В день пожарной службы Республики Беларусь молодое пополнение подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Брестской области приняли присягу в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». 45 спасателей, среди которых в строю и одна девушка, поклялись выполнять уставы и приказы начальников высоко нести честь и достоинство работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, защищать жизнь и здоровье людей. Я, гречаник Олеся Григорьевна, поступаю на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу, клянусь свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальников, высоко нести честь и достоинство работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. «Мечта у меня с детства такая, еще очень давняя, и вообще дядя у меня с этим связан, поэтому меня это очень привлекло. Ну, самое главное – помощь людям, быть полезным людям в чем-то, помогать. Ну и, в принципе, это очень такая, я считаю, мужественная профессия. Рисовал постоянно рисунки машинок каких-то пожарных, не получалось, но пробовал. Смотрел всякие видео на ютуб-каналах, ну и вообще в интернете, очень интересно было. Ну и все, сейчас отучился и исполнилась мечта». Пожарная – это не просто профессия или работа, а как бы пафосно ни звучало, службовым чест – настоящее призвание. Однажды выбрав свой путь, человек очень редко меняет свой курс, посвятив всю свою жизнь спасению жизни других. «У нас торжественно принесли присягу 45 молодых работников. Это всегда волнительный момент не только для них, но и для нас. Ибо, понимая, что это первые шаги в нашей службе, мы внимательно будем сопровождать, помогать, принимая в семью спасателей и, конечно, поддерживая. Мы верим, что это то молодое поколение, которое возможно заменить нас и будет профессионально выполнять задачи, возложенные на Министерство по чрезвычайным ситуациям. «Спасатель – это чувство сопереживания, чувство прийти на помощь в первый момент, чувство не думать о себе, когда видишь чужую беду. Ну и, конечно, это честность, это порядочность, ну и физические качества, которые позволяют решать те задачи. Отсюда и уверенность в себе, уверенность в том, что ты справишься с теми нелегкими, порой даже очень легкими проблемами, которые возникают при ведении данной деятельности». О буднях спасателей Брещена и пополнении материально-технической базы, престижей профессии и других аспектах деятельности ведомства рассказал Валерий Рудольф, руководитель областного управления МЧС на пресс-конференции, которая состоялась после торжественной части. Первый вопрос, на котором остановился главный спасатель первого региона – последствия непогоды и борьба с ними. Ведь непогода на Брещене дала о себе знать. Сильный ветер принес немало неприятностей. Это и поваленные деревья, оборванные линии электропередач, а также и снесенные крыши частных домов. «Где-то неожиданно вот эти вот изменения погодных условий причинили определенный вред нашим гражданам. От последствий прохождения грозного фронта, в частности, на Брещене пострадали семь районов. Это более 700 зданий и сооружений. Естественно, здания там совершенно различного значения, но мы берем на учет все. То есть все, с чем человек обращался. Это может быть простейшее построение, но также дом. Наиболее сильные повреждения были в деревне Лопатина Пинского района. Непосредственно на место выезжала комиссия областная по чрезвычайным ситуациям. Мы в первые же часы работали именно там. Прибыли подразделения МЧС, прибыли бригады энергетиков. Ну что сказать, визуально были дома, у которых просто не было крыши. То есть это коробка без фактически стропильной системы. Люди были в таком полушоковом состоянии. Но когда увидели прибывающие уже и наши подразделения, энергетиков, уже органы власти, когда прошло быстро в ускоренном темпе заседания комиссии по ЧС, были выработаны меры и сразу же началось восстановление. Еще даже фактически прошел большой ветер, но дождь не заканчивался. Уже были приняты первые меры по восстановлению. В первую очередь необходимо было подключить электричество. И я вам скажу, что это было сделано в первые сутки. Представители средств массовой информации интересовало много этой новой технологии по реагированию на чрезвычайные ситуации. Мы сегодня в министерстве обсуждаем этот вопрос. Ибо действительно, вот эти смс-оповещения приучили наших людей, что что-то всегда происходит. Это уже какая-то обыденность. Говоря о сиренах, сегодня система оповещения существует. Она выполняет функции в случае чрезвычайных ситуаций, когда могут произойти аварии на химпредприятиях, когда необходимо передать сигналы гражданской обороны. Это уже сегодня нам обыденно. Потому что, еще раз говорю, на наших границах далеко не друзья стоят. И мы понимаем, что вся эта система сегодня завязана. И вот эти сирены, система оповещения, они работают. Как их правильно использовать, чтобы не пугать население, чтобы мы не приучили бежать каждый раз где-то прятаться. Ну, наверное, будут выработаны соответствующие решения. Пристальное внимание в рамках встречи уделили модернизации материально-технической базы и обновлению парка техники. Вопросов на эту тему было достаточно. И на каждой из них следовали детальные и компетентные ответы. В прошлом году мы прибавили 10 автоцистерн. Новеньких цистерн, которые поступили во все районы. Я это пока говорю без участия министерства. Говорю именно про наш регион. На этот год спецсредства, это будет две автолестницы. Кроме того, область сегодня закупила такую инженерную технику на базе Амкадора, которая сегодня именно то, что надо для разборки завалов, ликвидации непосредственно каких-то обрушений. Это действительно новый сегодня погрузчик, который мы уже используем для ликвидации определенных последствий. Купленный автомобиль химической радиационной защиты полностью обеспечен. Для того, чтобы в первую очередь вести разведку, у нас же есть химически опасные предприятия. Это все наши местокомбинаты фактически, которые работают на Амеке. Конечно, для населения это важно, чтобы кто-то контролировал состояние оперативного воздуха. Кто-то мог выехать и оценить, и принять меры по обеззараживанию. Поэтому вот такой автомобиль был закуплен. Планируем еще поисково-спасательный автомобиль. Это для столичины. В основном это торфяники, леса такая вот местность. Поэтому область сегодня вкладывает значительные средства. На пресс-конференции без внимания не остался вопрос о проведенных надзорно-профилактических мероприятиях, значительной профилактической работе с населением, в том числе при активном взаимодействии со СМИ, работниках, чьи имена сегодня на слуху. Профилактика, она будет давать результат с таким отложенным эффектом. То есть, если мы сегодня видим, что какое-то направление упущено, допустим, то даже не год. Это долговременная работа, пока мы отработаем направление, пока население привыкнет, что сегодня надо вести себя безопасно. Пока к каким-то таким критическим категориям пристальное внимание долгое время не будет привязано, результата не будет. Поэтому сегодня у нас есть методы работы. Вы правильно сказали. Это направление профилактики злоупотребления пьянства в первую очередь. Профилактика детского неблагополучия. Профилактика в целом неблагополучия. Это оказание социально-адресной помощи гражданам, которые нуждаются в защите. То есть, это одинокие престарелые, инвалиды, которые в силу обстоятельств оказались в сложной жизненной ситуации. Да, мы знаем, что это категория риска. И именно вот здесь вырабатывается решение. Уже насколько качественно, наверное, это опять же приблизит эффект всех наших мероприятий. По завершению пресс-конференции состоялось награждение победителей и призеров областного этапа конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.